Пять нулей и единиц. Строчку из пяти цифр, где все нули и единицы. Помощник фокусника три из этих цифр уничтожает. На их месте рисует какие-то звездочки или что-нибудь, черные пятны, что угодно. А фокусник восстанавливает три пятна. Уничтожает три цифры. А фокусник договорился с фокусником, какие цифры зарядывают? Да, конечно. Они могли тренироваться сколько хотят. То есть они могли перед тем, как идти на лену, проводить сколько угодно. Вы можете считать, что у помощника фокусника есть какая-то бумажка, где написано длинная-длинная инструкция. У фокусника тоже может быть бумажка с длинной-длинной инструкцией. Это пожалуйста. Дрители сами говорятся? Да. Зрители у нас честные. Зрители выходят и говорят, что действительно цифры. Итак, сколько всего последовательности из пяти нулей и единиц? Тридцать две. Я все их выписал на доступ. А вот теперь интересный вопрос. Когда я зачеркиваю три цифры, сколько, в принципе, есть способов зачеркнуть эти самые три цифры? В математике это называется число сочетаний из пяти отри. Кто знает, чему оно равно? Десять. На самом деле десять. И это объяснить очень легко. Когда вы выбираете три места, то это ровно то же самое, что выбрать два места, которые другие, которые не эти три. Понимаете, да? Пять – это три плюс два. Поэтому, если вы хотите указать три места, то на самом деле достаточно указать два, которые среди этих трех тысячелетий. А когда у вас задача состоит в том, чтобы найти два места, то посмотрите, это один способ взять вот эти два. Это другой, третий, четвертый, пятый. А еще такой, 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 такой. Все. Число сочетаний из пяти по три – это десять. А теперь смотрите, когда я зачеркиваю три позиции, то остаю три позиции. А когда две позиции, вариантов сколько? Четыре. Господа, четыре умножить на десять, четыре умножить на число сочетаний из пяти отри – это сорок. Сорок больше, чем тридцать два. Сорок больше, чем тридцать два. Сейчас надо придумать инструкцию для фокусника и его помощника. Я не зря выписал все варианты. Смотрите, чего я сейчас хочу. Чтобы мы на самом деле зачеркнули в каждой строчке три цифры и чтобы после этого у нас все варианты были бы разными. Может быть, так нельзя. Тогда получится, что все-таки хоть сорок и больше, чем тридцать два. Все-таки решения нет. Такое, в принципе, тоже возможно. И такое иногда бывает, что количество вариантов вроде бы и достаточное, а вот из-за конкретики задачи что-то не получается. Я на левой части доски выписываю все ситуации, которые, в принципе, может оставить помощник фокусника. То есть, когда ассистент приходит, он видит одну из вот этих вот тридцать двух строчек. Когда он зачеркнет, фокусник увидит только что-то такое. Так, ребята, подумайте секунду. Что я сейчас делаю? Я делаю очень простую вещь. Здесь я четыре варианта уже выписал. Я сюда пишу 0,0. Идею понимаете? Теперь я сюда пишу что? 0,1. Что сюда? 1,0. Сюда я что пишу? Так, замечательно. Это я выписал второй вариант, правильно? Когда у меня звездочка здесь. Теперь еще бывает ситуация, когда звездочка сместилась в крайнее положение. Когда здесь либо 0,0, либо здесь у меня 0,1. Пытаюсь как-то вычеркивать. У ассистента фокусника есть таблица, где напротив каждой из тридцати двух последовательностей нулей и единиц написана такая вот последовательность, что зачеркивает. И соответственно по этой таблице работает. И у фокусника тоже самое есть такая же таблица для решения. Если кто-то из вас придумает решение, что называется, простое, когда алгоритм будет какой-то гораздо более короткий. Он универсальный. Нет, универсальный. 32 варианта это решение. Ребят, потому что понимаешь, что переборное решение это тоже решение. 32 варианта, таблица, все замечательно. Я могу элегантно выйти на арену в костюме, в котором у меня будет 32 нашивочки. Вот, и смотреть. Все это можно обставить на арене цирка. Хорошо, но, конечно, было бы лучше, если бы был способ, который легко запомнить. Который короткий, да? Вот короткий, в смысле я не знаю. Кстати, я помню, а 4 цифры заширкутся. Как вы считаете? Нет. Хорошо, или 5 цифр? Нет. Если зачеркнуть 5 цифр, то будет в любом случае один и тот же вариант. Все зачеркнут. Ничего. А 1 меньше, чем 32. Если зачеркнуть 4 цифры, на самом деле вариантов будет 10. Потому что зачеркнуть 4 это то самое, что 1 не зачеркнуть. 1 не зачеркнуть, это зачеркнуть 1 любую из 5. Это 5 вариантов. Вы останетесь на зачеркнутой цифры, либо 0, либо 1. То есть всего вариантов будет 10. 10 меньше, чем 32, поэтому, конечно, 4 цифры зачеркивать нельзя.